В Кустанайском центре обслуживания населения, расположенном по улице Гашика, небывалый ажиотаж. Причем все клиенты исключительно мужчины. Но мало кого из них сегодня интересуют документы. Поэтому операторы ЦОНа остаются в стороне, а работают сотрудники городского военкомата. Последний сержантов и офицеров запас агитируют. Кайсар Саутбаев как раз тот самый офицер, который изъявил желание служить по контракту. В запас он ушел по семейным обстоятельствам. Сейчас у него свой бизнес. И все же, говорит парень, быть военным это его призвание. Я сегодня пришел в центр обслуживания населения, чтобы более подробнее узнать о воинской службе. Так как я проходил службу в Синеплатниске, офицер запаса сам, пять лет заслужил, я знаю, что это такое армия. Такой интерес к офицерам запаса городское управление по делам обороны проявляет не случайно. Послан начальника ведомства Уркена Алтибасова сейчас в вооруженных силах страны образовалась кадровая брешь, которую хотят заполнить контрактниками. Эта практика Казахстану не чужда. Первая волна набора проходила после распада Советского Союза. Тогда, также вот начало 90-х, было комплектовали из категории запасников. Многие вот эти запасы, призванные офицеры, сейчас уже многие дослужились уже до высоких званий. Некоторые сейчас уже подходит время для выхода в запас на пенсию, понимаете. И то есть как бы образовалось в этом младшем составе как бы не комплект. Да, и вот мы сейчас, вторая волна получается пошла, что мы будем сейчас комплектовать здесь все военнообязанное в наши запасы. Самат Турмагомбетов еще несколько лет назад сам раздумывал над предложением служить по контракту. Срочную службу он прошел в инженерно-саперной бригаде. Удалось даже орден Айбен третьей степени получить за боевые заслуги. После этого, говорит Самат, верное решение не заставило себя ждать. И вот сегодня парень агитирует запасников. Я выбрал эту профессию, военную профессию для себя. Все уже будет до пенсии, я думаю, до 47-й. Самое главное будет здоровье. Я сам ослужил, про себя рассказал, как орден получил. У них вот, например, тоже так думают, почему бы мне тоже военным не стать. И все, это есть желающие. Стоит отметить, этот агитационный пункт пока первый в Кустанае. Но, как рассказали в городском правлении по делам обороны, выездные комиссии будут работать постоянно. И теперь сотрудников городского военкомата можно будет встретить в местах массового скопления людей. Антон Корчинский, Артем Грапов, РТН.